Историко-культурный центр В ходе этой интеллектуальной пешеходной прогулки перед собравшимися постепенно открывалась история родного края, начиная с 19 века и до наших дней. Старая часть Видного относительно небольшая. Пройти ее всю можно в течение часа. А с интересным рассказчиком время пролетает незаметно. Интересно, что по ходу экскурсии к ней постоянно присоединялись местные жители. Естественно, что особое место в этой экскурсии удивили человеку, без которого Видное имело бы совсем другой вид – главному архитектору города. Это Борис Владимирович Ефимович. Он на своем проекте предоставил комиссии и для рабочих, которые ютились в этих вагончиках, в бараках, построить двух- и трехэтажные коттеджи. Смотрите, они из красного кирпича. Состав экскурсантов разнообразен. Здесь и юные видновчане, и люди в возрасте. Послушать рассказ об истории старых видновских улиц пришли и несколько молодых мам. Мне интересно послушать про город, как он развивался, как он жил, строился, как начиналась его жизнь, какие люди здесь были, что они сделали для этого города. К 90-летию области района для жителей и гостей Ленинского муниципалитета подготовлено более 20 автобусных и пешеходных экскурсий. Некоторые можно посетить уже в ближайшие дни. Уже прошла экскурсия в Булатниково у нас. В субботу запланирована у нас экскурсия по поселку Горки-Ленинский. Также будет по остальным поселениям проходить такие же экскурсии. Будут проводить сотрудники центра нашего и наши краеведы. Расписание бесплатных экскурсий можно узнать на афишах или интернет-сайте районного историко-культурного центра. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ.